Крупный, сэк-ширинский ценнофункт, это вот анонсидемная пельмевая. И, значит, такие уравнения можно получить из-за уравнений членов. А теперь мы положим в наших уравнениях, что, значит, матрицы сбыты, сеть верхних, все вольт. Вот, и мы представим, значит, каждую матрицу как сумму верхних вольт матриц, ну, лямбда и дэ – это просто диагональная матрица с постоянными, значит, элементами на диагонали, когда это изначально будет. Следующая матрица – это, так сказать, надиагональная линия, которая параллельна главной диагонали, вот, дальше все остальные и так далее. И вот в любом матрице можем предстать сумму таких… Верхние – это индексы или что-то другое? Верхние – это, значит, пара индексов, нижний индекс – это, значит, матрица выйдя, а верхние – это, так сказать, первая строка на диагонали, вторая строка, и первый элемент там на диагонали, и так далее. Вот. Так, значит, дальше все. Вот. Ну, это еще, так сказать, продолжить разъяснение этих элементов… Словочку. … этого представления. Дальше. Ну, это вот, значит, и так вот мы поднимаемся к этим строкам, параллельным главным диагоналом. Так. Следующий створец. Значит, ну, и соответствующий уравнение будем называть, мы для таких матриц сверху не приводим уравнение Шлейзингера. Ну, а, значит, переписать уравнение Шлейзингера, используя то его разложение, можно вот в таком виде. Это сумма, так сказать, коммутаторов, соответствующих матриц на диагонали, на диагонали, на диагонали. Вот. Вот. Следующий слайд. Так. Ну, а теперь, значит, мы будем, значит, для этих элементов на диагональных матриц, q и 3, там, с индексами, выписывать уравнение. Так вот, для диагональных элементов уравнение будет просто, значит, всего, там, так как берем коммутатор, дифференциалы для этих элементов. Для элементов первой на диагонали будет линейное уравнение вакуа. Вот такого вида. Это линейное вакуа уравнение. Ну, вакуа, в общем-то, с матрицей, значит, то, что на линейном мы видим, можно написать как матрицное уравнение. Вот. Ям-джи-гиди, ям-джи-гиди, ям-джи, то есть здесь это, значит, на самом деле разность, значит, диагональных элементов, соседних элементов, значит, накладные и диагональные. Вот. Так, значит, это, значит, первое уравнение, второе уравнение линейное уравнение. Следующее. Ну, следующее уравнение уже, они нелинейные. Будут вот линейная часть и еще, так сказать, нелинейная часть, которая рекорит на системе получится. Значит, это будет, значит, линейная часть. И плюс дорезок, которые выражаются через произведения, ну, и разности предыдущих элементов из предыдущих строк. Вот. В этом смысле она рекуррентная. Ну, то есть мы можем представить это как линейное неоднородное уравнение. Вот. Верхняя часть – это линейная часть, а это, так сказать, неоднородность, которую, если мы рекуррент последовательно решаем, вот, то, значит, это можем представить, как, вот, значит, соответствующая неоднородность этого уравнения. Так. Ну, и, так сказать, в общем случае это записывается. Наша линейная часть плюс какая-то неоднородность, которая, значит, через решение предыдущих систем, это, так сказать, такая группа и стимулирует на большей стимулирует. Так. Ну, вот, для случая, когда матрица 2 на 2, значит, у нас система сводится вот таким уравнением, значит, с диагональных элементов равны нулю, константы, это другая часть будет, а здесь вот такое линейное уравнение. Значит, ну, как нам догоняется, как там пространство. И, в смысле, система вот такая вот. Так. Вот. И для вот этих систем есть такое следующее представление которое у нас здесь на Коити. Значит, это вот решение у Коити имеет следующее интегральное представление. Здесь вот гипергенетические функции Гаусса, линейные, значит, многофиленды по Т, а Геннадия, Н – это, так сказать, набор достав в каких-то степенях. Вот. Значит, здесь вот этот член не случайно выделяется, так сказать, он позволяет, так, в 19 веке. Вот и вот так отдельно не выписывали описание, на соответствии с 60 граммдегит и минус 1, и кое-что из-за этого мы теряли. И то есть потом, это уже во второй половине 80-е годы. Гаммы же, это тыкры. Да? Гаммы же. Гаммы же, это я сейчас скажу. Здесь мы видим, что под интегральное урагирование это многозначная динфекция Горма. Чтобы представить, значит, интегровать многозначные динфекционные формы надо брать многозначные цифры. Это, значит, на самом деле одномерный цифр в неком соцсетях или непроглотальной системе. Ну, то есть, значит, это маленький отрезок, в парусе какое-то число, и потом, значит, когда мы берем от отрезка, вообще, это, значит, таким скачком это число, которое ставится в пару, меняется. То есть, это такая уже технология, которая, значит, гомология, гомологические цифры, например, в локальных системах, это, значит, специальная техника. На самом деле, это некое такое спаление, которое существует, но записывается как обычный интеграл. И в книге, значит, у Ватсона, у Юрия Ватсона, значит, там, конечно, про локальные там системы, про эти, в смысле, технологию конца XX века, которую разработал, в частности, вот, лишь не идет о том, это все на пальцах это интегрирует, дифференцирует и так далее. У Юрия, это, значит, парадифференциальная форма над таким маленьким отрезком и над каким-то отрезком и числом. вот, но число, значит, которое есть функция, значит, вот, а здесь это маленький отрезчик и число, но это число нам представляет как функцию над тем, значит, над числами, которые в паре, вот, социальных формами это, спали меня, значит, вот, так, такое, вот. И тогда, значит, это, вот, в итоге, значит, почему это, так сказать, локальные связи с локальной системой, или, как говорят, обратные локальные системы, это, вполне определенный, конкретный, вот, комплексный число, вот такой вот интеграмм дает. Так, ладно. Вот, ну, и, значит, следующий, да. Здесь, ну, здесь отриснение как раз по поводу этих гамморитетов идет, и отзывается, например, на землю. Так, следующий, вот, ну, вот, грамотное оформление то, что делал Палгамер в 19-м веке, в 770-м, до Рима, но все раньше, то, вот, значит, это, в общем, некая, так сказать, технология во время сельской гаммологии, которая, вот, оформилась, конечно, только в конце 22-го, начиная, там, с 80-х годов. Так, значит, так, это все разъяснение по этому слову. А теперь вот это набросок декадательского. Здесь просто прямое дефилицирование, значит, этого интеграла. Ну, все свойства, так сказать, интегралов и дефилицирования, в общем-то, по-руме не сохраняются. Вот, ну, и вот здесь используется, значит, при дефилицировании, когда у нас, там, познаменатели с разными индексами, с аморитетами, вот, и с ними тоже надо бороться с помощью перехода к галлогической форме. А это, так сказать, такой фрагмент, правда, в многозначном случае, это элемент теории Гриффица, вот, дефилицирование, так называемых, национальных функций. Это в 89-м году, например, большая работа была. Вот, и, значит, этот фрагмент, и здесь, так сказать, это работает. И если перейти от формы, значит, в многозначной форме, а именно продифференцировать, здесь уже требования первой вроде Z, правда, вот, по Z, то получится вот такое урожение, и затем использовать, что интеграл, значит, точный формат . Получить соотношение, вот, выразить его, то есть, слагаемость, там, где стоит вода, через вот такие произведения, такие произведения с помощью предыдущего приема, так сказать, партноль, он простенький, но работает здесь хорошо и позволяет составлять хорошо. Вот, и вот, в итоге, значит, следовательно, прямым таким дефилицированием можно показать, что, значит, те интегралы, которые я писал, они действительно являются решениями линейной системы дифференциальных уровней. Вот, то есть, это гиперогеметрические интегралы, и мы получаем, что вот, у нас на диагонале константный и еще элемент квит, и он, так сказать, дикий гиперогеметрический интеграл. Получается решение, да, в случае, когда у нас матрицы 2 на 2, значит, вот такие, так вот, такое решение, уравнение решения неприкольного. Так, дальше. Вот. Ну, вот, как раз получаем, как я сказал, решение вот такого линейного системы. Значит, ну, интегрирование, когда селям до их, это одинаково, между собой равные, это еще конно, в связи с сравнением, книжника Замаловчикова, так сказать, нашел, там, интегральное представление для решения книжника Замаловчикова в форме, когда все лям до 1 равняются лям до 1. это, значит, в общем случае, вот, это, получается, решение, значит, такого типа. Ну, это тоже уравнение очень похоже на уравнение книжника Замаловчикова. Уравнение книжника Замаловчикова, с кинцентрами, там, да, это, если она может быть, полагать равным, это здесь в источнике, вот, уровень некой специальной равновидности для группы. Ну, это, я пример для трех, это, значит, это, давайте пропустим, вот, значит, разъяснение, как пишется, значит, разъяснение. Ну, здесь вот действительно, значит, соответствующие диагональные элементы, значит, являются решениями системы, когда, значит, просто, значит, параметры, получается, вот, разность соседних собственных систем. Лям до 1, лям до 2, циндекс там, там, ж, вот, и лям до 2, лям до 3. Вот, ну, а вот, там, где, вот, большая сумма, вторая группа уравнений и дровними 3. Ну, а теперь, значит, теорема. Теперь, значит, такое интегральное представление для систем 2 на 2, значит, будет распространено на, значит, для решения верхних приборных уравнений с Феттингера, значит, размер матриц производной. Но, естественно, потребуется будет дополнительное ограничение. А именно, мы потребуем, чтобы, значит, все инструменты, стоящие на диагонали у каждой матрицы лям до 3 образовывали, образовывали архипедическую прогрессию. Причем в разных матрицах разность прогрессии должна быть одна и та же. Чисто, так сказать, в самой прогрессии. Разные быть, а вот разность прогрессии, значит, одна и та же. Вот, и тогда, значит, мы можем представить, значит, в этом случае, значит, у нас нелинейные слагаемые этого регурентной системы, значит, которые, если брать одинаковые начальные условия, они истязают. И все системы, которые были написаны для верхних трибольных матриц, они становятся линейными, потому что линейные части пропадают. Положение, что, собственно, числа образуют архипедическую прогрессию с одной и той же разностью. Вот, истязает, и тогда все, значит, системы будут, вот, два слайда надо. На самом деле все, значит, эти уитые, там, у нас добавятся еще индексы, будут, например, определять такого типа уравнения, ну, с разными вообще более паразитами. Там уже, значит, как бы для мастеринады, если ты мастерировал, там могут вот лямбда быть, лямбда житые, это не соседние, а через один. Правда, с лямбда, ну, первые, лямбда, три. Вот, так вот, значит, все превращаются в такие вот индивидуальные системы, значит, фафовые, и, значит, ну, разные параметры. Ну, и все имеют интегральное представление того типа, который предъявил, там, уписывался. Так, так. Теперь возвращаемся. Ну, а теперь, значит, если положить, что разность прогрессии от единицы на е, то, значит, в этом случае все, значит, вот элементы диагональные уиты, ну, вкаты на диагонали, в параллельной главной диагонали, вкаты на диагонали, в параллельной главной диагонали. Все эти элементы представляются в виде вот таких интегралов. Вот. Z-минус. Там аиты на W с теплика, где W, значит, значит, это решение вот такого уравнения. Это корень n-ой степени из многочленных. Вот. Ну, это аналог, так сказать, гипералитический. Это, так сказать, как я могу сказать, элитический. Тогда все представляются вот такими аналогами, значит, гипералитических функций. Если ген равно 2, вот, то в этом случае, ну, а карта у нас положить ноль или единиц, вот, то, значит, в этом случае, действительно, мы получим гипералитические решения. А доказательства? Так. Ну, вот, доказательства я уже разъяснил, что все вот эти элементы оказываются решениями линейной славовой системы, значит, с параметрами, значит, гамды единицы, которые равняются, значит, двух вариантов. Канадека. 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 Ко. Ну, и после, вот, так сказать, получается только канадес, одними, как они. Представьте, у нас тут еще два, два, еще одна, один, два, 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 два. Вот, так, значит, ну, вот, вот, где проравнившись в деньгера написано, значит, общее свойство у книжки Болитруха, вот, вот, как раздали, значит, ты, может, как правило, вот, это сделать интервирование многозначных циклов по многозначным циклам. Вот, значит, Володя Зарапович, который будет делать докладную операцию по шамчинке, а не как раз, вот, значит, гипроэллиптические тоже решения написали, в 16-м году, и, думаю, у них, да, последний раз название какой-тоadian вkanе 2020 года. Это, значит, гипроэлльно пытается сказать видео trong точки зрения прошлое по шамчинке, рассматривать безлог zien все на том, что он приедет к другому, где просматривает вот эти все владеют, вот, и это подчинился, но таки как раз это для любых, у кона все были одинаковые, а вот для линейных систем, значит, которые ДП равняют к кону, значит, они написали на фитеральные представления для души, но по-другому кону, совершенно сети сентября и на руку, но и на руку. Субтитры создавал DimaTorzok